добрый вечер уважаемые слушатели меня зовут алексей дурасов и сегодня мы поговорим с вами о том как можно тестировать свой javascript коды при помощи библиотеки тестирования которая называется jasmine этот семинар является небольшим как бы логическим продолжением и вот я остановился на том что логическим продолжением является предыдущего ролика предыдущего семинара вот прошлом ролике как мы говорили в прошлом семинаре мы говорили о том как происходит тестирование в пичпи семинар был посвящен библиотеке пичпи спец можете посмотреть в любой момент этот семинар на канале специалистей но сегодня мы поговорим уже о том как тестировать свой javascript естественно первым делом немножко о том кто я и что такое jasmine я работаю в центре специалист уже почти десять лет большой большое количество слушателей обучил являюсь сертифицированным специалистом и веду курсы по веб-направлению в основном это javascript печки mysql ну и чтим или тоже можем назвать и являюсь автором двух курсов symphony и react symphony это очень популярная cms которая на печки написано и для печки шнеков существует ряд джесс от очень популярная библиотека постояне пользовательского интерфейса мы сегодня мы будем говорить с вами о тестировании так вот я не буду убеждать вас или объяснять зачем нужно тестирование то есть мы по умолчанию априори понимаем что без него на больших проектах жить невозможно поэтому сразу подойдем к тому какие библиотеки существуют сужен огромное количество библиотек это во-первых джест о нем все говорят все слышат все работают мока jasmine карму питер ку юнит чай и куча есть еще на самом деле есть я свою работу начал вообще с библиотеку юнит это библиотека которая входит в набор плагинов связанных с библиотекой jquery вот но популярность этой библиотеки не так велика как других и потом я плавно свой взор остановил на jasmine это не самая супер популярная топовая библиотека одна однако тем не менее ее интерфейс мне понравился более того на курсах java script основой я решил включить эту библиотеку в качестве эксперимента в домашнее задание нашим слушателям я давал задания и даю задания которые могут выполнять слушатели после первого второго третьего модулей и предлагаю тут же подключив эту библиотеку проверить правильно ли обучаемый построил решение своей задачи на джаваскрипте ну по моему опыту 50 процентов слушатели воспринимают эту идею обычно на ура другие 50 стараются не вникать чтобы не потерять фокус внимание на основных вещах базовых джаваскрипта что не все хватает памяти буфера внимания сфокусированности о том чтобы вникнуть вот эти за программира и так раз мне естественно этот семинар не состоялся бы если бы мы чет не прорекламировали поэтому я хочу выполнить миссию номер два самым первым шагом это сказать что уже 5 августа у нас стартует курс по основам java script это очень удобный формат когда по вечерам мы занимаемся ну домашнее задание не всегда получается решать в таком формате однако это бывает для многих получше чем с 10 до 5 каждый день потому что такой трудный достаточно графика этот нормально и также у нас 26 августа стартуют курсы формате открытого обучения это когда вы на одном экране смотрите видео другом экране выполняете работу а я сижу как солдат на посту и жду ваших вопросов если что-то не получается персонально сразу с вами решаем любые проблемы любой задачи неоднозначный формат некоторым он не нравится категорично но по моему людей 50 процентов слушателям он очень нравится подходит так что если вдруг у вас есть идея и желание попробовать подключайтесь итак jasmin.js находится хостится это библиотека на сайте гитхаб айпу пройдя по вот этому адресу вы можете сразу увидеть ее интерфейс ну пожалуй так по-быстрому запустить посмотреть jasmin.js вот такой интерфейс красивенький логотип красивенький что они пишут разработчики о своей библиотеке она очень быстро во первых во вторых она не имеет зависимости по зависимости понимаются вынужденные загрузки сторонних библиотек так вот jasmin не зависит от других библиотек вы можете использовать сразу из пакета ну и один из огромных плюсов этой библиотеки в том что а вы можете запускать как в браузере прям сразу если вы только начали работать с там домом или просто только работали с этим или начальному джаваскрипта так и на сервере если вы уже познакомились с нодой джесс и у вас установлен npm монаджер и так далее и так в чем основная фишка этой библиотеки самые простые тесты оформляются в виде вот таких вот больших блоков кода которые состоят в основном из трех функций и зная эти три функции дальше можно очень легко разобраться во всем первая функция эта функция describe она обозначает тестовый набор тестовый набор или тестовый ряд это набор каких-то тестов то есть тестов логически связанных друг другом например вы создаете какой-то класс и собираетесь его протестировать вы можете сказать что у вас будет describe вызов и потом вторым аргументом идет функция которая является функция callback а еще раз describe описывает набор тестов первый аргумент это просто название этого набора второй аргумент это callback функция которая выполнится когда подойдет очередь выполнения этого тестового это вот этого тестовой проверки соответственно вы можете создать вот вот таких вот вызовов describe of сколько угодно допустим вы создаете какой-нибудь небольшой скрипт который позволяет вам рассчитать аннуитетный ипотечный платеж одной из самых забавных одна из самых забавных тем которые мы рассматриваем на первом занятии первого курса джесс начащий разработчик как только знает что он уже может посчитать ипотеку выйдя после первого занятия наша голова кругом идет соответственно вы можете сказать что у вас будет тестовый набор по проверке нанесения данных расчету их и так далее дальше внутри кун функции callback а у нас встречается вызовы функции айти или it как хотите его называйте это является отдельным тестом то есть набор предполагает что у нас целая база связаны каких-то между собой тестов а айти и это отдельный тест ну и внутри теста ну давайте сначала поговорим аргументах также как и у describe аргументы описываются так вы пишете название теста то что он делает какой результат должен получиться в результате выполнения я сейчас говорю про результат никак про результат выполнения а как про словесное обозначение которое удобно посмотреть прочитать потому что это название высветится в браузере или в консоли в зависимости от того где будете тестировать и вы увидите что этот тест выполнен правильно или выполнен неправильно ну и соответственно внутри второго аргумента опять функции callback а у вас находится что третий вызов функции функции экспект экспект приводится как ожидание когда вы устраиваете свою работу спрашивают она соответствовала вашим ожиданиям или нет а зарплата соответствовала нет а вот экспекты или ожидания в жасмине они или утверждение еще иногда говорят они проверяют совпадает ли то что вы передаете в качестве аргумента в экспект с тем что у вас будет внутри утверждений методов типа to be в данном случае в этой строке обозначается проверяется и утверждается что у вас переменная и соответствует значению true поскольку вы видите что переменная и было действительно за два тру то вот это ожидание и утверждение оно будет истинным и тестовый набор будет пройден еще раз это у нас describe тестовый набор это отдельный тест это ожидание и тут важно заметить что внутри describe а могут быть другие describe то есть вы можете структурировать хотя на практике я слишком глубокие вот таких сложности наборов не встречал да и сам считаю что не очень удобно с ними тогда получается работать ну максимум 12 уровня describe внутри describe соответственно внутри describe может быть много вызовов айти и внутри каждого айти может быть много экспертов ну как минимум один иначе зачем этот тест тогда может выполняться ожидания бывают самые разные я выписал некоторые которые с которыми сам чаще всего сталкивался в практике на практике to be соответствует проверяемому значению not to be ну помните как быть или не быть вот в чем вопрос то есть мы предполагаем что значение нашей переменной нет трудом или не фоллс или там не 5 to be false to be true это проверка аналогические величины также вот методы следующие которые идут в их вот здесь можете видеть to be great then to be great then or equal они позволяют удобным образом сравнивать соответственно что числовые значения как и следующие сможем сравнивать больше либо число равно либо меньше либо равно каком-то значение to be instance of если вы знакомы с операторами станцов вы можете сразу быстро догадаться что это проверка на соответствие некоторого объекта какому-то классу или конструктору смотря с чем вы работаете ну и тубе нам соответственно мы проверяем что какое-то значение соответствует not a number чтобы все догадались кто же сам работал какой-то метод используется для проверки на ноту нам узнал там используется нет в принципе это все что касается введения и я хотел бы сразу сейчас прикоснуться к практике заранее открыл вот такой вот файлик не файлика сервис qdp создал новый скриптик он абсолютно чистый свежий если вы захотите вы можете следить в режиме онлайн за моими исследованиями и соответственно вас он потом останется и так давайте пройдем по шагам и посмотрим что нужно сделать чтобы начать работать с jasmine js в браузере то есть соответственно если вы захотите это все повторить не через библиот не через сервис qdp на и а там просто локально в каком-нибудь редакторе вы тоже самое можете спокойно это все будете сделать и так первым делом мы должны забраться в раздел qdp на который позволяет нам подключать javascript библиотеки и сказать что мы хотим подключить jasmine как вы видите дефолтная версия по умолчанию которую предлагает qdp это jasmine 340 в принципе это достаточно свежая версия может быть даже последний я не проверял в общем я говорю что все нормально я уже практически с ней работают вот она адрес однако для того чтобы начать работой работать jasmine вам нужно подключить ни один ни одну библиотеку а целых три они все относятся к jasmine но включаются они все отдельно к сожалению вот здесь вот в наборе они не продемонстрированы поэтому я вынужден буду просто их указать сам вручную и так это будет библиотека и jasmine html она будет заниматься визуализацией тестовых результатов уже непосредственно в сам браузер мы через несколько секунд увидим это и еще одна библиотека это библиотека тоже jasmine ская которая позволяет организовать непосредственно саму загрузку она так и называется бут джесс вот эти три библиотеки нам нужно всегда контролировать чтобы у нас были подключены при работе с jasmine итак я это все сделал и обратите внимание у меня уже что-то появилось появились какие-то опции какие-то настройки самой библиотеки и появилось описание того что не найдено тестов и все было отработано все было отработано вот такой внешний вид конечно не очень красивый поэтому мы можем с вами помимо подключения java скрипта забраться и подключить соответственно css css можно прописать и самостоятельно если вам вдруг захочется вы можете сделать так чтобы у вас был там свой собственный набор оформлений ну вот у меня сейчас это все превратилось в такой вид его вы увидите в документации других роликах и так далее и соответственно нам нужно теперь подключить первый тестовый набор я говорю describe вот он идет вызов от неправильно что так дальше вот здесь вот описывается какое-то название например это будет тестовый набор а вот здесь вот у меня появляется колбак функция я буду использовать вот такой синтаксис со стрелками не будет ничего и так далее обратите внимание что вот это вот название она появляется у нас где вот здесь если я создам два describe а у меня будет соответственно два тестовых набора если они там чем-то отличаются они будут соответственно описаны вот так как сейчас есть не будет создавать тест 2 дальше внутри я говорю есть айти и указываю здесь название моего теста некоторые тест и опять и что указываю функцию колбак давайте посмотрим что нам даст жасмин да мы не укажем экспект или ожидания внутри отдельного теста он говорит что у нас там некоторые тест вот эта часть а тут же говорит что спик has not expectations expectations что такое спик спиками называются как раз вот эти вот тесты то есть вот это вот пойти это некоторые тест некоторые спецификации от спиц слова происходит ну теперь мы можем написать какой-нибудь экспект давайте первый экспект у нас будет такой чисто технический такой какой вы найдете самой документации тубе там true и единичка равно единички поправляем и когда мы это делаем сам обнаружен что неправильное название метода я тут написал сегодня целого рабочего дня и так expect true to be true меня все отработало вы видите что все хорошо все работает но это было чисто техническое знакомство теперь давайте создадим какой-нибудь класс который мы будем тестировать поскольку к дп ну в общем не очень предполагает что у нас тут будет несколько файлов то класс я буду располагать прямо вот здесь вот и еще один момент поскольку я успел пошутить про ипотеку я хочу вам опять показать как раз этот пример с ипотекой я надеюсь этот пример оценят те слушатели которые мы уже на занятия были хам потому что предполагается что это забавно и так класс будет называться мадгеич это соответственно обозначение ипотеки и как мы по ним помню для того чтобы оценить размер аннуитетного ипотечного платежа то есть платежа за месяц нам нужно задать три величины что тело кредита процентную ставку и количество лет сколько мы будем брать ипотеку соответственно я предполагаю конструктор я предполагаю что мы это все эти все данные поместим куда в конструктор это будет логично дефолтные значения указывать не буду надо скажу что у нас вот здесь вот такая вот инициализация происходит тут все абсолютно идентично то есть три числа задаю три числа присваиваю свойства будущего экземпляра мадгеича принципе тут не должно быть каких-то особо вопросов а дальше я создаю функцию метод кальк вызов которого будет предполагает будет производить расчет чего результата и поскольку формула ипотеки она такая не то чтобы длинненькая но такая громоздкая то я хочу из наших зисов и свойств спн создать получить данные в константу константу назвать одноименно вот так вот чтобы потом внутри формулы мы могли спокойненько это использовать по моему это хорошие эти тем более что когда мы будем с вами считать проценты то наверное вы помните что обычно проценты у нас задаются часто в процентах годовых а вот формуле они требуются в долях за месяц и вот здесь получается такой очень удобный трюк мы говорим что мы проценты делим на 1200 ну кто помнит что такое 1200 тот подскажет другим что 12 на 12 мы делим месяцев число раз и потом на сотню чтобы получить доли она поделить на 12 на сотню то же самое что поделить на 1200 в общем кто сейчас вдруг в шоке то смотрите формулу расчета ипотеки ничего страшного дальше мы говорим что у нас идет количество лет количество лет мы получаем из м с н умножим 12 я что сказал количество лет получаем неправильно мы получаем количество месяцев на основе количества лет умножая умра пять лет умножить 12 будет 60 все в н хранится количество месяцев и потом ничего страшного мы берем грим литерам с умноженную на п поделить я эту формулу сам не помню заранее посмотрел в википедии то что все кто-то думает что это все наизусть нет вообще не наизусть и вот тут вот тут она очень аккуратно я хочу воспользоваться новым достаточно оператором который появился в java скрипте в пятнадцатом году это оператор возведения в степень и так единичка плюс t процентная ставка в дарях возводится в степень минус м вот так работает формула или так вот устроена формула для нахождения ипотеки ну по моему у меня там что-то со скобками не так что он угругается на лишнюю скобку ну-ка раз-два раз-два на действительно допустил ошибку теперь я хочу когда вот методы прописаны теперь я хочу создать тестовый набор так чтобы он действительно проверял как у меня работают и по как она происходит расчет ипотеки и назову этот тест так проверка проверка нахождение ипотеки и укажу заранее некоторые числа например это будет 2 миллиона рублей это будет 10 процентов и это будет 10 лет как вы понимаете это просто текст который позволит нам вот здесь вот посмотреть а нормально ли произошла проверка вот этого вот теста и все то есть это обычный кусочек текстового особого действия не делать и так что же мне нужно сделать чтобы эта проверка произошла во первых мне нужно создать экземпляр чего класса мы помним что экземпляр класса создаются при помощи new mortgage вот так вот и в качестве аргумента я туда передаю 2 е6 это 2 миллиона 10 чего второй параметр процентов годовых и 10 чего на 10 лет на это дело рассчитывая теперь соответственно по-хорошему нам нужно с вами что сделать посчитать на калькуляторе или там где-нибудь в консоли правильно ли правильно ли считается вот данная наша формула или нет и какой результат должен быть для этого я задать соберусь в консоли лога вот сюда так сказать если используют то по полной вобью вот эту вот формулу скажу что я ее хочу распечатать вот она эта формула в консоль логе но перед тем как я это сделаю я скажу что я сравняется 2 и 6 эти как бы вещи заранее оценим проверю чтобы наш тест проверял уже точные данные процентная ставка 10 м равно 10 как-то так а потом пересчитаю п поделить равно 1200 то есть то что у нас принципе в самом методе идет и n умножить равно 12 ну что давайте проверим к дымс и так у меня получается что тут у меня получается у меня получается как это очень маленькая ипотека я замечаю что у меня вот увидите вместо 2 не 6 где тут у нас в тесте было написано 2 миллиона 2 и 6 я нечаянно вел немножко неправильные данные я хочу чтобы у меня было все точно поэтому здесь еще черточка пишу пишу 26 тысяч четыреста тридцать рублей и 15 копеек нам нужно заплатить чтобы или как бы внести в наш тест чтобы мы точно были уверены что это вот так вот устроено соответственно вот здесь вот я прописываю вот это вот значение 15 но получается что джаваскрипта подсчитает что джаваскрипта подсчитает у меня что этот результат точно 15 10 копеек а у меня то там посчитается там во евгений у нас заметил про 2 и 6 и они сразу соответственно я хочу сделать хитренького так вот чтобы это было строкой почему сейчас подскажу если я возьму объект класса моргеич и посчитаю кальком а вот эти вот значения то у меня получится там году на 26 430 14 7 73 и так далее видите да то есть можно было бы на самом деле вот это значение взять и вот сюда прописать но мы помним что у числовых величин в джаваскрипте есть возможность обратиться к методу называется туфиксов и взяв два знака после десятичного разделителя мы получим что вот результат расчета ипотеки будет действительно строкой и плюс там округление сработает получится что ипотека найдено правильно наш тест сработал мы видим вот здесь вот этот некоторый результат отлично ну это была самая главная часть я хотел бы чтобы наши слушатели написали вопросы если не есть или поставили плюсик в чат если все нормально так и смогу оценить как продвигается понимание нашего нашей темы семинара давайте посмотрим дальше ну допустим мы хотим еще один тест написать вот здесь я скопирую предыдущий тест и вот здесь вот напишу проверка на 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 текстовые аргументы представим себе что мы хотим создать какую вызов чего расчеты ипотеки что один из аргументов будет у нас какой текстовый допустим вместо десятки я напишу не просто строка десятка а я напишу будет слово но при этом тест важно по-русски и по-английски пройдите внимание что один из тестов за смене не выполнится не пройдет у нас в результате вычисления вот этой формулы получается ноты намбо более того более там если мы это дело повторим и поставим вот здесь вот на втором месте тоже тест и на третьем месте тоже тест вот тут ведь у нас на каждом три вызова и на каждом варианте один из аргументов тестовый то у нас получится что вот они все тесты ругаются говорят вот здесь ошибка принципе вот в этом и есть плюс библиотеки если мы написали тесты а потом у нас что-то рассчитала получилась ошибка мы в автоматическом режиме можем одним махом проверить там сотни даже тысячи вот этих вот утверждений а давайте по напишем его правильно так чтобы он отработал нормально во первых вот здесь можно будет убрать ту фикс от авторы вспомнить что одно из ожиданий которые мы сегодня смотрели он называлась тубе нам проверяет на соответствие нам результатом как мы увидели сейчас вот здесь становились с тестовым аргументами становилось значение но теперь мы видим что у нас два теста в тестовом наборе выполнилось и все хорошо есть такое евгений говорит даешь осинхронщину rxjs и вообще хардкор евгений наши семинары конечно пытаются охватить какие-то интересные темы но чаще всего они рассчитаны на совсем начинающих разработчиков поэтому если про синхронные вещи вам интересно и про эти самые клоки и про кастомизацию там репортов я думаю что мы последующих видео отдельно это тело осмотрим а сейчас мы конечно больше на совсем начинающих разработчиков будем ориентироваться так что не обессудьте окей а следующее о чем я хотел бы поговорить это будет уже непосредственно отключение отдельных тестов по быстрому когда вам хочется отключить какой-то тестовый набор вы перед функцией describe перед вызовом и перед функцией эти записывайте букву x не знаю почему они так придумали но в общем это работает следующим образом оставить x и у вас обратите внимание отключается этот тест он показывается в целом внутри набора но он не выполняется жасмина и то же самое вы можете сделать перед describe здесь вот поставив x он у вас отключат и то и другое он скажет в результате ожидания они в режиме ожидания находятся следующие методы которые время нас немножко поджимает но очень бы хотелось их показать это функция функции жасмина которые позволяют вам настраивать окружение переменных разные значения переменных до каждого теста и после каждого теста внутри describe а я сейчас говорю о таких методах как before each after each before all их название если читать не спеша очень говорящий before each означает что мы перед каждым тестом можем выполнить какую-то настройку а after each после каждого теста там чистку или какое-то изменение как они оформляются я покажу создав внутри одного describe а еще один describe он будет у меня называться установка 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 и сброс соответственно он будет принимать у нас callback вот и внутри callback а я запланировал создать некоторую переменную м которая также будет чтобы времени терять всем же значением создаваться экземпляр чего мордгейджа вот она ну а дальше я хочу создать несколько тестов давайте-ка я сейчас чтобы у меня много не писать размещу эти тесты вот так вот и смотрите в чем будет фишка этого теста здесь будет указываться размер ипотеки процентная ставка а вот количество лет я буду постоянно менять вот тут будет у меня 15 потом там дальше я буду делать еще какое-то значение вот этот расчет мне сейчас будет не нужен и таких 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 вызовов таких функций у меня будет ну как минимум три давайте посмотрим три штуки здесь 15 10 сколько сделаем 20 на вот здесь вот 25 и соответственно у нас у каждого из этих фрагментов будет выполняться некоторый расчет я пока не знаю сколько там именно будет получаться потому что я явно не указал давайте вот здесь вот скажем что м . н то есть у этого объекта я назначаю 15 лет вот так вот вот здесь вот я означаю 20 лет а вот тут вот я назначаю чего 25 лет соответственно у меня каждый из этих тестов в результате получает рассчитывать какую-то величину я конечно сейчас делаю не совсем прилично а именно я вот эти вот результаты заранее внесу как будто и посчитал и проверил они у меня являются выверенными нужно делается с целью экономия времени но сила всегда вечно не хватает это для 20 лет результат и остается у нас там по моему один для 15 до вот он для 15 соответственно смотрите что получается у меня для каждого вот из этих вот айти которых три штуки три теста один и тот же объект вот этот вот м.н. меняет свое свойство которое связано с годами но что если внутри будут происходить более серьезные изменения внутри каждого теста отдельных свойств мы можем потеряться мы можем выполнять один тест изменить его свойства объекта так что в следующем тесте у нас вообще будет очень сложно спрогнозировать что же именно будет там поэтому мы можем внутри после создания экземпляра мордгейджа написать вот такой вот метод before each и уже внутри этого метода скормить в этот метод скормить функцию колбек которая будет заниматься созданием объекта с нуля еще раз идея следующая перед каждым вызовом айти внутри этого дескрайба будет создаваться новый экземпляр мордгейджа именно с теми данными с которыми написали то есть я точно знаю и вы теперь знаете что будет 2 миллиона 10 лет 10 процентов и 10 лет и это упрощает работу для понимания того что тут происходит мы конечно можем написать что тут объект до теста отдельного и сказать что здесь будет что м м посмотреть чему он равен вот а дальше чтобы убедиться что действительно у нас в рамках этого теста меняется мы говорим что после каждого теста у нас соответственно будет происходить что изменение нашего объекта это тоже не нужно объект после теста но и остается теперь проверить как это работает давайте проверим с 12 нажимая заходим в режим отладки смотрите объект до теста вот он идет мадгеич и покажись мне не хватает меня вместо я чего такое ну и как я буду смотреть сейчас одну секунду тут у меня все просчиталась правильно здесь у меня выбор не хочет разворачиваться я так не играю много так тоже не хочет разворачиваться сейчас один момент лично что-нибудь это самое встрянет то что тут сейвного тут обновлю страницу нарисует или не нарисуется второго раза и не нужно не логиниться хочу так так лучше смотрите он говорит после до теста 2 миллиона 10 10 после теста 1025 почему не 15 потому что сейчас он работает в режиме у нас случайного порядка 1020 1015 то есть он действительно все это дело прочитано ну и есть еще там на самом деле куча интересных возможностей и метод и функции в этой библиотеке я хотел бы успеть что время опять же поджимает показать как можно поработать с как можно протестировать свой код используя уже теперь непосредственно ноду джесс поскольку я заранее предполагаю что время у нас будет ограничено то на рабочем столе создал вот такой вот папочку которая называется у меня my project и обратите внимание эта папка сейчас пустая а также я заранее в консоли открыл эту папку у себя вот здесь и установил но джесс чтобы время не тратить на самом семинаре те кто работают с модом же с моды джесс знают что создание нового проекта обычно начинается с моды нить эта команда которая создает файл также джессон файл с описанием проекта все вы не хотите заморачиваться с содержимым я кажется поспешил минут минут а нпн если вы не хотите тратить время на заполнение каждого отдельного поля вы выполняете нпн и тиры игрек и игрек заполняет дефолтные значения вашего так и джессон файла следующем виде обратите внимание что здесь есть вот такое вот свойство которое называется скрипт и внутри фигуры скопах написано тест это означает что если кто-то наберет npm тест у нас распечатывается что не определены тесты не определена спецификация но нам хочется чтобы вот здесь вот что-то заработало что у нас выполнялся именно жасмин для этого я устанавливаю жасмин это делается достаточно просто npm install дальше поскольку я хочу это сделать в режиме разработчика я говорю сейф дефт и указываю сам жасмин по идее установка обычно занимает совсем немножко времени давно не модули установились но джесс в принципе вроде бы все хорошо документация говорит что там нужно установить еще запустить еще одну команду я не нашел как бы таких вот логичных объяснений что она там меняет но дно модул жасмин бинжа сменник вот но тем не менее дабы нам тут случайно сейчас и нибудь не добеда курить эту команду выполняю как вы видите а нету эта команда создает папку спек это все наши спецификации вот здесь он будет лежать и понятно и последнее что нам нужно здесь делать подготовительного процесса это пакет с джессом там где мы только что видели в консоли вместо теста будут написать чего жасмин это будет означать что мы запускаем непосредственно тесты при помощи жасмин теперь что касается тестов тесты должны располагаться в папке спек они могут называться как удобно как угодно обычно стараются разработчики назвать тесты по названию своих классов или библиотек ну соответственно если бы у меня был класс мургейдж в отдельном файле у меня был был тест мургейдж спец спец . gs и он бы подключался ну поскольку у нас все опять завязано на времени я делаю то что у нас и в кодопе не было я создаю файл который будет называться об спец джесс и сохраняя его папку куда спец вот сюда а вот сюда сам файл я размещаю всю информацию которая у нас была в нашем где там мы это делали к дп не так вот здесь да она наша до наших копируем коды и полностью сюда его помещают как вы видите ничего нового я здесь не сделал вот он класс вот он тесты набор еще раз не используйте это в продакшене когда классы и тесты находятся в одном файле продакшен это это страшно это ужасно и последнее что нам нужно теперь сделать это попробовать запустить сам тест давайте это сделать я забираюсь в папку нашего проекта и вот здесь набираю команду npm тест мы проверяем что сейчас произойдет обратите внимание он говорит что мой проект вот он 100 jasmine отрабатывает стартанули тесты вот эти зеленые точки обозначают что у нас эти тесты выполнены нормально ведь снизу идет уже более такая подробная информация 5 тестов 5 спецификации было отработано 0 ошибок все работает хорошо если бы у нас где-то внутри отдельного теста была бы ошибка ну например вот здесь вот я бы написал какой-нибудь другое значение то одной командой в избав вызвав бы npm тест мы обнаружили что обратите внимание вместо точки зеленой нас на находится буква я большая фейл у нас есть ошибка у нас ожидается вот такое число а ожидается у нас вот такое число а было посчитано вот вот такое вот значение вы видите а наоборот ожидается получилось 15 там да а ожидалось значение с сотами ну вот так вот восемнадцать сорок пять мы успеваем поговорить немножко о жасмине что остается у нас за кадром евгений говорил о синхронное тестирование очень часто приходится писать тесты которые работают с фрагментами кода использующими с этой маутами с этой мауты а вы и ты а симки и так далее конечно же хотелось бы это тоже посмотрите обязательно посмотрите если вам понадобится синхронное тестирование вы вам придется как раз туда забраться также вам может захотеться создать внешнее собственное представление оформления тестов в этом случае гуглите гуглите разделы jasmin создание собственных репортов собственных оформлений помимо этого вы можете забраться в jasmin и изменить дефолтные настройки например поменять так порядок выполнения тестов чтобы у нас значит порядок этих тестов выполнялся так как он изначально создан в наших файлах друзья вот такой вот семинар у нас получился я сохраняю кодопен чтобы вы могли при желании посмотреть результат просто обновите эту страничку если скопировали и у себя или еще раз отправляю чтобы вы могли не посмотреть надеюсь семинар вам понравился и у нас остается некоторое время совсем чуть-чуть на вопросы и ответы пожалуйста если у вас такие есть жду их в чате заранее спрощаюсь с теми кто будет убегать удачной разработки и всего доброго